мы должны представить регионы продать его достаточно хорошо вы сказали про 5 элементов вот эти алгоритмы это по сути дела стандарт это по сути дела как инвестиционная конституция регион чтобы у всех было понятно чтобы никто влез кто под рова даже в самом хорошем смысле совершенно верно возникает вопрос этот инвестиционный стандарт он больше для кого вот эта вот важная часть декларация региона не ухудшение условий работы инвестор это самая стабильность которой бизнесу сейчас и немножко не важно да в этом году в теменской области появится собственный региональный инвестиционный стандарт сейчас он как раз активно разрабатывается зачем он понадобился и кому будет больше полезен бизнесу или власти поговорим сегодня это программа интервью в нашей студии генеральный директор инвестиционного агентства теменской области николай пуртов николай федорович приветствую здравствуйте но теменская область она уже довольно давно и довольно активно двигается в пути инвестиционного развития двигается неплохо но при этом делает это без всякого инвестиционного стандарта зачем сейчас понадобится в таком случае вы знаете когда все регионы российской федерации но по сути дела вся россия вступила в инвестиционную борьбу за наших инвесторов то регионы пошли каждый своей дорогой кто-то сосредоточился на индустриальных парках кто-то принял меры поддержки то есть и таким образом регионы ну скажем так стали разными цветами и инвестору который локализовываться в разных регионах или ищет свои ниши очень трудно порой адаптироваться к работе с регионами и соответственно вот руководствовавшись вот этими моментами и это агент стратегических инициатив в рамках оценки национального рейтинга инвестиционного климата на регионов отмечала что каждый регион по-своему разообразен и по сути дела вот на свою этого правительства российской федерации приняла такой региональный инвестиционный стандарт то есть чтобы у них унифицировать и чтобы у всех было понятно чтобы никто влез кто подарова даже в самом хорошем смысле понятно но в таком случае возникает вопрос этот инвестиционный стандарт он больше для кого для властей чтобы они как-то свою работу откалибровали или для предпринимателей для бизнеса чтобы вот им было полегче из такой огромной палитры российских регионов выбирать безусловно да в первую очередь для инвестора для бизнеса каждый каждый предприниматель который планирует инвестировать в один или два региона должен понимать что базовая настройка работы с инвесторами каждом регионе одинаково и одинаковые требования и безусловно в это говорят о том что каждый регион должен по свою то есть должен сделать вот эти минимальные стандарт требования работы с инвесторами и это опять же для региона важная задача стандартизировать работу своих органов государственной власти ресурсно-набжающих организаций то есть всех предприятий которые вовлечены в инвестиционный процесс и работу с нашим инвестором но тем не менее вы сказали в первую очередь это важно для бизнеса и ведь в таком случае этот бизнес он как-то должен принимать участие в разработке этого стандарта потому что человек который не совсем понимает или понимает теоретически что такое там техническое присоединение он ничего путнего придумать не сможет как бизнес участвовать в разработке в первую очередь он дает обратную связь и оценку разработанным пяти элементов которые входят региональный инвестиционный стандарт то есть у нас по сути дела таким образом регион разрабатывает и внедряет пять элементов инвестиционного стандарта далее он направляет это в минэкономразвитие минэкономразвитие там присутствует также рабочая группа созданная из деловых общественных объединений это торгово-промышленная палата это деловая россия да безусловно а деловые объединения они конечно объединяют и предпринимательское сообщество кроме этого у каждого региона кто внедряет три региональный инвестиционный стандарт на своем уровне также есть свои представители деловых общественных объединений и как раз инвесторы и и соответственно таким образом регион про проходит оценку экспертизу как федеральными структурами так и региональными вот это сбалансировка оценки двух двух уровней позволяет понять во первых стандарт у тебя разработан правильно и он удовлетворяет именно запросам инвесторов второе то что регион находится на том пути что не просто он внедрил этот стандарт он понимает что дальше с ним можно будет работать инвестору и это будет легко и понятно вы сказали про пять элементов инвестиционного регионального инвестиционного стандарта вот поподробнее что это за пять элементов первое значит это инвестиционная декларация региона очень важнейший документ на самом деле это по сути дела как инвестиционная конституция региона можно так говорить потому что во первых она содержит себе элементы и нормативно правы обоснования того что регион не должен ухудшать положение инвестора по сравнению с тем что когда он заходил в регион до когда он реализуется и соответственно дальше когда найдет то есть вот это вот важная часть декларация региона не ухудшение условий работы инвестор самая стабильность которая бизнеса сейчас и немножко не очень важно второе это безусловно показать кто такой регион с точки зрения его инвестиционного климатического ресурсного потенциала мы должны представить регионы продать его достаточно хорошо я скажу еще раз продать свой регион нашим инвестором это в этом смысле ничего не меры поддержки и конечно же инвестиционная команда региона тоже то есть по сути дела вот еще раз говорю о том что почему не конституция закрепили обоснования условия на не ухудшение условий показали себя с лучшей стороны какие у нас рис ресурсы и возможности что мы можем дать инвестору и кто это делает вот это важный момент следующий безусловно этап это инвестиционный комитет у нас работает совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе достаточно уже давно и на федеральном уровне попросили чтобы все споры или разногласия с инвестором которые возникают так или иначе в государственных при работе с государственными муниципальными органами мы могли разрешить на уровне этого совета то есть по сути дела нужно было создать инвестиционный комитет могу сказать что у нас безусловно эта работа уже строится и мы прошлый год весь пилотировали и проектный офисер по сопровождению инвесторов и собственно говоря и вот ту строку те функции которые нам сегодня говорят что мы должны внедрить функцию медиаторство то есть взаимоотношение спора разрешение споров между инвесторов и госорганами соответственно вот эту часть мы сегодня довели принимаем и соответственно дальше у нас пойдет в работу следующий этап это инвестиционное агентство которое у нас уже работает давно и буквально недавно нам исполнилось 22 года поэтому в этой части мы не сомневаемся что и этот элемент стандарта мы выполнили и направим документы в минэкономразвитии из и два основных как я считаю таких серьезных инструментов помимо того что есть инвестиционная декларация это инвестиционная карта региона по сути дела мы там должны изложить вот знаете как есть у нас инвестиционный портал тюменской области который говорит об о многом то же самое говорит об географических климатических ресурсных потом о инвестиционных кейсах об земельных участках мерах поддержки до кота инвестиционная карта это по сути дела тоже инвестиционный портал тюменской области только векторном выражении то есть по сути дела мы должны показать инвестору где у нас есть земельные участки где у нас есть линии электропередачи или там газоснабжение мы должны показать меры поддержки. То есть, по сути дела, как в инвестиционном портале инвестор должен прочитать, изучить, нормативно проведать акты в том числе, то в инвестиционной карте он должен это увидеть схематически. То есть это какой-то интерактивный какой-то ресурс, когда я навожу на Ромашевский район, у меня здесь 5 гектаров, такое-то налогообложение, такое-то разрешенное использование. Это как конструктор. Мне нужно открыть бизнес в том же Ромашевском районе, я открываю карту, вот земельный участок, вот у него точки подключения, вот такие меры поддержки есть. И отсюда же можно дать запрос, отправить заявку на этот земельный участок, чтобы мы начали отрабатывать. Слушайте, ну прямо вообще... Более того, что, как я вам сказал, в инвестиционном портале Тюменской области мы недавно буквально запустили электронный сервис, это личный кабинет инвестора. Прямо оттуда можно направить заявку на реализацию инвестиционного проекта, и такие заявки уже у нас поступают. Более того, они поступают не только от бизнеса Тюменской области, но и из других регионов они начали поступать. Поэтому история, как бы связанная с тем, что мы создаем сервисы, нравится инвесторам. Соответственно, инвестиционная карта, она тоже будет пользоваться спросом. И последнее, это свод инвестиционных правил. Достаточно серьезная вещь, которая состоит из 11 алгоритмов действий инвестора по подключению к сетям, по получению земельного участка в аренду без торгов или с торгами. Вот объекты в эксплуатацию, примыкание к автомобильной дороге, регистрация права собственности. То есть все те мероприятия, которые сегодня имеют так или иначе проблемы, особенно это связанные с подключением к сетям. И мы это видим на примере работы проектного офиса по сопровождению инвесторов. Вот эти алгоритмы, это по сути дела стандарт. Мы как регион зашли в третью волну разработки и внедрения регионального инвестиционного стандарта. Потому что он на самом деле разрабатывается и внедряется с 2021 года. То есть сначала было пилотных 12, потом еще регионы. И вот 44 региона, оставшиеся, в том числе и Тюменская область, вошла в разработку. И мы же, когда смотрим региональный инвестиционный стандарт, который нам надо внедрить у себя, мы же пользуемся и смотрим опыт других регионов. Их изучаем. Я поняла. Их спрашиваем. Вы знаете, сказали, мы вошли в третью волну, а мы все время в каких-то первых волнах. То есть мы здесь не отстающие, мы здесь наоборот все посмотрели, все учли и максимально качественно все внедрили. Я правильно логику понимаю? Ну да, здесь, понимаете, спешить не нужно. Тут главное ведь создать на века, создать, чтобы это работало. И это было удобно инвестору, потому что все-таки инвестор выбирает регион каким образом? Рублем. Ну то есть реализовать в том или ином регионе свой инвестиционный проект. И вот это важный момент, что мы, внедряя региональный инвестиционный стандарт, мы не просто его на бумаге делаем. Мы его делаем живым организмом. Второе, мы его делаем того, чтобы потом после нас это все осталось и система работала. Вот это важный момент. И когда нам и инвесторы, и чиновники скажут, что это все здорово, тогда мы дальше пойдем. Не просто остановимся на внедрении, мы будем улучшать и улучшать и улучшать. Да, по поводу практики. Мне интересно, есть стандарт, а кто будет следить за его соблюдением? Кто и как это будет делать? В первую очередь здесь локомотивом выступает инвестиционное агентство, потому что, как никто, мы находимся на передовой работы с инвесторами. И получаем от них и обратную связь, и проходим с ними вместе процедуру, потому что мы сопровождаем. И мы реально видим то, где может не срабатывать. Либо наоборот работает, и надо это улучшать. Поэтому в этой части, конечно, мы будем локомотивом. Вторая часть, это, безусловно, оценка самих же инвесторов. Если инвестор говорит, мне не нравится ваша процедура, мы должны ее менять, мы должны над ней совершенствоваться и смотреть, что может быть не так. Следующий момент, это агентство стратегических инициатив. Я думаю, что в следующем году, уже по 23-й год, будет оценка именно наших региональных инвестиционных стандартов всех регионов. Поэтому агентство стратегических инициатив, это тоже так, барометр того, что у нас делается не так, либо наоборот, у нас делается все хорошо. В ситуации, когда возможности привлечь иностранного инвестора, чем Тюменская область активно занималась, и что у нас хорошо получалось, эта возможность снижается фактически до минимума, все регионы наши вступили в борьбу за инвестора внутреннего. Скажите, пожалуйста, какие в Тюменской области есть, говоря на языке бизнеса, конкурентные преимущества, которые должны сориентировать этого крупного инвестора пойти ни в Свердловскую область, ни в Челябинскую, ни в Омскую, ни в Пермскую, никуда, а именно к нам? Давайте я начну с того, что мы и до всех этих событий проповедовали одну очень простую истину. Для нас, для Тюменской области, каждый инвестор важен. Неважно, он вкладывает 1 миллион рублей и создает одно рабочее место, либо он вкладывает сотни миллионов или миллиардов и создает несколько тысяч рабочих мест. Потому что сопровождение инвестора – одна и та же процедура, которая должна выполняться профессионально, быстро и профессиональной инвестиционной командой. Что говоря о том, что Тюменская область делает для инвесторов, ну, тут совокупность несколько факторов. Невозможно построить свою конкуренцию на одном каком-то ресурсе. Во-первых, если ты регион очень сильной экономикой, если ты регион с очень сильным социальным блоком, рынком сбыта и кадровым потенциалом, а здесь уже можно говорить об этом, и ты не удовлетворяешь инвестора, потому что у тебя слабая инвестиционная команда, либо у тебя нет процедур, то, конечно, какой инвестор тебе придет. Даже неважно при том, что внешние факторы. Так вот, наша главная задача, чтобы совокупность всех ресурсов, которые есть сегодня в Тюменской области, и в том числе управленческих и знаменевых, они все работали на инвестора. Вот когда мы это обеспечиваем в равных степенях, тогда любой инвестор к нам придет. В связи с введением санкций экономических, что вы можете сказать об инвестиционной активности в Тюменской области? Оно снизилось или не снизилось? Или нам действительно удалось переориентироваться на внутреннего, на российского инвестора? Работы у вас, у ваших коллег стало больше, стало меньше? В такой категории, если подумать. Ну, если я начну и отвечу вам, стало ли меньше работы? Ну, для примера, в понедельник у меня было 8 встреч с инвестором. А до введения санкций? До введения санкций мы также продолжали 5-6 встреч. То есть этот показатель не изменился? Понимаете, вопрос в том, что изменился подход инвестора. То есть инвестор начинает оценивать, он начинает считать больше рисков. Если раньше до всех санкций инвестор мог спокойно свои риски проекта, скажем так, увидеть, оценить и приготовиться к ним, что они будут, но при этом дальше реализовывать проект, то сейчас, безусловно, каждый инвестор хочет минимизировать свои риски на 100%. И на самом деле мы должны вводить оценку своей деятельности и понимать то, где нам нужно улучшиться и усилить свою работу, а где мы совсем, скажем так, ниже низшего находимся. Может быть, и вот эту как раз оценку может дать наш инвестор, поработав с любым органом власти или с любым муниципалитетом или институтом развития. Ну, с таким подходом кажется, что у нас все будет хорошо. Спасибо вам большое. До встречи. Спасибо. Друзья, это была программа «Интервью». Мы говорили о региональном инвестиционном стандарте, который разрабатывается в Тюменской области. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова